Трудно ли быть лошадью? Что хотела сказать Лев Толстой? Здравствуйте, с вами Марьяна Мирная, вы смотрите программу Город Эс. На эти и другие вопросы попытаемся сегодня ответить с моими гостями. Актеры театра драмы имени Горького, Федор Степаненко, Владимир Марякин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, поздравляю еще раз с вышедшей премьерой «Холстомер. История лошади по Льву Толстому». По этому прекрасному поводу, собственно, вы здесь сегодня и находитесь. Володя, так трудно ли быть лошадью? Да, трудно. Непростая работа? Ну, да. Ну, это мой первый опыт такой. Ну, такая большая главная роль. Поэтому и много было хореографических и вокальных номеров. Поэтому трудно. С режиссером работать с Сергеем Грицаем довелось впервые, да? Потому что и вообще 15 лет назад, по-моему, Сергей Иванович приезжал к нам сюда работать в Самару. Насколько вот все говорят о том, что он безумно интересный, но очень сложный человек. Работать с ним тяжело. Работает он напряженно и никогда не дает расслабиться, что ли. Да, это правда? Ну, есть такой момент. Ну, просто он, наверное, как и большинство, ну, по крайней мере, у хореографов есть такая черта, они фанатики. Как вот у нас педагог был, когда мы учились, тоже вот до последнего, до победного уже думаешь, да все, давайте уже время, уже закончим, все уже. Нет, давайте мы еще раз пройдем. Ну, то есть, ну, он фанатик своего дела, поэтому, как бы, он полностью отдается. И поэтому, ну, как бы, и требует, чтобы такая же отдача была. Поэтому тяжело, как бы, ну, с холодным носом тяжело всегда войти. Ну, и тем более работа такая сама по себе, что если ты не будешь затрачиваться, то, ну, смысла нет. А он не понимает, что актеру уж нужен немножко элементарно, даже просто чуть отдохнуть, чуть вздохнуть, ну, просто поболтать. Они же танцоры, они все делают, 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 делают. Ну, он очень активный, да, Сергей Иванович? Ну, как? Ну, они как встали за станок, как за станок, да, и давай две смены, а нам кофейку попить, лясо поточить, понимаешь? Ну, как бы расслабиться, чтобы потом опять сконцентрироваться и окунуться. Слушай, ну, ведь у вас тоже непростой был процесс. Пока, ребята, еще была большая танцевальная нагрузка, вас же тоже вызывали тех, кто не танцует. Я, слава богу, не вызывался. Я с ним два спектакля. Ну, первый спектакль, он меня, как бы, благословил, это была «Царевная лягушка», вот как раз несколько, там, 15 лет назад. Да, 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 да. Вот, а потом была камера-обскура. И я говорю, я всю жизнь, я даже, когда вот он к нам приехал, вот сейчас на эту, на эти репетиции, я говорю, Сергей Иванович, спасибо вам большое. Я говорю, вы один из немногих, кто чтите традиции. Он такой, Федя, что случилось? Я говорю, мы, я, Андрюха Аверианова Жигалин и Миша Кульченко, мы весь танец, ну, все сделали, работу за две недели. Вот, и он приходит, и всегда есть традиции, ну, отмечать, да, до премьеры спектакля, там, буквально еще месяц, наверное, мы уже готовы, показали работу, все. И он говорит, ребят, вы в буфет? Мы говорим, да. Мы сидим, он такой подходит и говорит, ребят, спасибо вам большое, замечательная работа была проделана, я не пью. Но вы отметьте, пожалуйста. Просто раз, и вот я всегда, вот традиция, супер. Отлично, ну, вот все-таки про репетиционный процесс хочется немножко поподробнее. Это всегда, ну, конечно, это всегда интересно, и зрителям нашим интересно. Насколько тяжело было вживаться в образ, сейчас по очереди попрошу, потому что, Федь, ты играешь графа, который... Я живу. Ты живешь на сцене, да, я понимаю. То есть у нас тут ситуация такая, Володя, лошадь, который владел какое-то время... Сейчас не надо, это слово такое опасное. Ну, владел, 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 конечно. Владел граф, которого исполняет Федор. Поэтому, насколько вживалась в образ лошади, потому что я знаю, очень много было пластических решений, с помощью которых зритель и верит в то, что действительно тут что-то общее есть. Володь задумался. Ну, а как ты думаешь? Слышишь тебя, спрашиваешь, ты как ты выживалась? Я не вживалась в образ лошади и черепахи, я поэтому так живо интересуюсь, как это происходит у актеров. Кстати, а как это происходит? Да ну нет, ну, с самого начала как бы было понятно, когда приехал Сергей Иванович, когда вот начались вот первые вот эти репетиции. Ну, мы делали танцы, этот экзерсис первый. Сразу было понятно, что как бы какие-то моменты, то есть именно хореографические, то есть не вот там, что мы лошади там, вот как в БДТ были вот эти хвосты. Ну, знаменитый спектакль Товстонога вот с этими хвостами, как бы у них свое было решение. Здесь же как бы, ну, многое, что потом уже дали костюмы, вот то, что были как бы вот эти балетные костюмы, когда... Держалась нога? Нет, на ногах были. Ну, типа гетро, да, какие-то? Ну, как гетро, да, вот эти вязаные штуки. Гетро, похожие, да, на какую-то лошадь. Да, дают все равно похожесть вот эту. Но ведь задача не стояла именно сделать из тебя лошадь, то есть такой задача, это же не кукольный театр, да, не тюз. Да, именно, нет, это же все равно это человеческая история, и поэтому как бы больше шли от какой-то просто пластики там физической, там, что старость, что когда молодые, когда вот это связапурих и любовь, то есть на каких-то вот, ну, таких тонких хореографических моментах. Больше такая человечная получилась ситуация, да, то есть мы же видим вот это заданное пространство, танц-класс, мы понимаем, что люди появляются и с элементами, и, то есть, твоя фантазия уже дорабатывает. А Володя больше, больше переживал, и по поводу, допустим, вот с самого начала, когда холостомер старый, вот больше пластика, больше вот это, вот, то есть не то, чтобы быть похожим на лошадь, а больше передать вот это вот состояние возраста. Тебе ведь тоже пришлось, за время спектакля получается, что ты и молодого удалого графа, да, играешься в конце уже там. Вообще история веселая получилась, ты знаешь, там ужас, ужас просто, я, ты скачаешь, если хочешь, ради интереса в айфоне у меня есть то, что, должно было быть, то есть это вот такие усы, это вот такие морщины, это седина, и когда я появился на площадке, половину никто не узнала, и это шедевр, супер, вообще огонь. Но мы тоже не ожидали, что, а на самом деле концепция была у режиссера и у всей команды, которая приехала к нам на выпуск, наоборот, отойти, они посчитали, что это не нужно, они посчитали, что это уже, как, такой прошлый век, вот, и никаких вообще. То есть артист Владимир Морякин, у которого пластик, у которого глаз, у которого посыл, подача и все нутро, вот, будьте любезны, додумывайте, что это ложь, потому что артист это вам и хочет передать. Да, если Федор Степаненко старый князь, пожалуйста, Федор, будьте любезны, по пластике поможем, по внутреннему наполнению готовьтесь, читайте, и будьте любезны нам, пожалуйста, результат. Вот, и у меня тоже были какие-то сомнения, и потом я размышлял, и мысль такая была, что молодой князь, да, когда молодой, в начале второго акта и практически до конца, он абсолютно, у него нет никаких лишних резких движений. Он, ну, как мы представляем, да, заходим в какой-то дорогой ресторан, и видим... Он же такой баловень фортуны, да, в тот момент. Да, и он вообще не напрягается, то есть у него все легко, все спокойно, без всяких лишних раздражителей, потому что у него есть четкие, к сожалению, мы люди, живущие в материальном мире, это что, в данном случае на сегодняшний день, какая-то некая огромная золотая карла платиновая, да, где вот так проводишь, проводишь, и всю жизнь проводишь, а потом, когда все кончается, у тебя, оказывается, и не друзей, ничего, и тот друг, которого ты сам, собственно, и загнал, да, и бросил его, и друг. И получается, что вот этот вот переломный момент, когда жизнь прекрасна и хороша, а на самом деле ничего, никаких мостов нету, и в этом как бы трагедия. Насколько в произведении прописаны эти персонажи, в частности, твой персонаж, и насколько было, ну, понятно по тексту, как здесь нужно работать, как вот здесь нужно работать? Там же инсценировка... Или ты какие-то тоже наблюдения за кем-то делал, вспоминал каких-то пожилых людей, чтобы это... Нет, я ничего не делал, нет, все было как есть. Есть предлагаемые обстоятельства. Предлагаемые обстоятельства, пришел князь, увидел холостомира и купил. А другое дело, как? Как Толстой, как Сергей Иванович Грицаев все это дело замешивал, да? Я предположил, сначала я играл, о, смотри, вот эта лошадь, супер, а потом думал, откуда он знает, что это за лошадь? Он просто как олигархи, да, как богатые люди, о, глянь, прикольная тема, давай возьмем. Так же и здесь. И мне показалось, что это... Ну, я сейчас, конечно, сутрировал, да, дурачусь. Вот. А он, его... Ни у кого такого нету. Экзотика. Я возьму, куплю. А потом получилось, что они действительно стали друзьями. Он действительно, они стали вместе. До тех пор, пока вот этот вот трагический момент не произошел. Давайте посмотрим небольшой сюжет с премьеры спектакля «Холостомер. История лошади» и вернемся к нашему диалогу. Смотрим. Пришлось постареть на десятилетия за четыре месяца, шутит актер Владимир Морякин. Исполнителю главной роли спектакля «Холостомер» в свои 24 довелось вжиться в образ старой лошади. Но Лев Толстой, как и сто лет назад, актуален и понятен каждому, уверен артист. Это есть у нас сейчас, как бы вообще. Как бы ты идешь, ты можешь видеть, как ты зашел в магазин, там подошла какая-то бабушка, а кассерша взяла и нахамила ее лишь только потому, что она бабушка, там одета, там непонятно как, и там отойдите, и нахамит. За это всегда обидно. Ну, как бы, ты же не знаешь, что с тобой будет через 30 лет. Скромные костюмы, лаконичное убранство сцены только на первый взгляд кажется серым и унылым. Декорация «Трансформер» удивляет своей универсальностью. Про отношения, любовь и предательство – простые истины непростым языком. Актерам приходится изнурять свои организмы тяжелейшими пластическими па, одновременно петь и играть роль. На самый частый вопрос, почему старую лошадь играет молодой актер, режиссер Сергей Грицай улыбается. Уверен, что хороший артист может заставить зрителя поверить во все, что угодно. Если кто-нибудь израспомнит фильм «Депутат Балтики», то Николай Черкасов играл профессора Полежаева, 70-летнего старца Седова, будучи 33 лет. И ни у кого не возникало вопроса. То же самое делает и Владимир Морякин, только мы не прибегаем к гриму, исключительно за счет пластики. Сергей Грицай уверен, это спектакль о милосердии, которого так не хватает в этом мире. Мораль проста. Если хочешь выжить, бей копытом. И не важно, лошадь ты или человек. Слушайте, ну вот это все равно какой-то спектакль-эксперимент, так или иначе. Потому что это нестандартная форма, та, по которой многие века уже работает драматический театр. Там бывали эксперименты, но это вот в новом времени, на мой взгляд, это тоже новый такой эксперимент. Как сами к этому относитесь? Интересно ли актерам участвовать в этих экспериментах? Для нашего театра, наверное, ну как бы новый. Потому что у нас все-таки более такие классические постановки в плане режиссуры. А здесь как бы, ну, ну, был у нас Макбет, был вот Шутбалакирев, где тоже какие-то вещи. Быть немного такой современный, немного европейский. Ну да, европейский. Ну вот Макбет и Шутбалакирев, это более европейский. Но у них как бы и другая система, в отличие как бы от даже вот, ну, самой системы Станиславского. Потому что многие какие-то моменты как бы, ну, мы когда вот Федя столкнулся, первый раз он работал с Альгердосом, это с режиссером, который поставил Макбет. Да, Макбет и Шутбалакирев. Мы как бы еще, будучи студентами, работали Макбет, и уже тогда, ну, понимали, что как-то, ну, немножко по-другому процесс строится. Также, ну, как бы в холостомере, как бы то, что он более хореографический, более какие-то на, ну, на пластике есть какие-то оценки, какие-то сцены построены, вот как в сцене погони, как бы там не выстроено такой, что там, там как бы более, ну, он и драматический, и вроде как бы он какой-то такой кусок, ну, пластики, не пластики там особо нет, как бы, потому что когда мы делали, я говорю, ну, у нас где-то в основном работают станки там какие-то там через какое-то, и когда мы подошли вот к сцене, когда князь гонится за Матеей, я говорю, мы как-то будем, ну, со станками что-то, он говорит, нет, я уже хочу от этого отойти, потому что много, здесь вы будете как бы статично стоять, и вот вроде ничего такого, как бы мы стоим по точкам, как бы все, есть определенный набор реплик, по которым как бы мы друг за другом работаем, но в самом момент... А зрителю все понятно, я вот как зритель... Ну, картинка выстраивается, картинка, и плюс еще, ну, накладывается какой-то драматизм, и от этого, ну, возникают какие-то, ну, такой эмоции такие, что как бы действительно происходит, ну, и погоня, как бы вот этот момент тоже интересный, что не вот там что-то разыгрывая, а все гениальное просто. Ну, и плюс к всему Сергей Иванович Грицай, тот самый наш режиссер, да, он же, как мы говорили, в первую очередь он хореограф, и во вторую очередь он режиссер, и как человек, который работает по всему миру, естественно, он напитался всем, да, и пытался это сказать нам, чтобы мы это воплотили, и действительно, картинка получается непривычная для нашего театра, и я думаю, что все-таки такой больше столичный европейский вариант получается по восприятию. Еще хочется спросить про вокал, потому что понятно, что все актеры говорят у нас, когда мы учимся, есть и танец, есть и вокал, все это понятно, но тем не менее, здесь, в этом спектакле, вокала много, есть сольные партии, да, как у тебя Фетя и у Володи, там дуэтные какие-то вещи, и это не ваша прямая профессия, да, ваша прямая профессия, это сопутствие вашей прямой профессии, поэтому как было с вокалом, насколько это все давалось, какие были сложности, потому что музыка потрясающая на самом деле, но музыка трудная, и для воспроизведения она тоже непроста. Ну, я могу про себя сказать, все-таки такая вещь, я не знаю, я служу в нашем театре давно, не знаю, как в других, но я понимаю, что людям нужен результат, вот ему нужен результат, и все, и он еще по барабану, как вот все происходит, ты можешь ночами, там, днями, с водкой, там, я не знаю, с психоделическими какими-то веществами, все что угодно, ему же результат, но подвести к этому результат у него всегда получается, ты скажи, есть понятие, дайте артисту задачу, поставь задачу, да, как и мои друзья мне говорят, Федь, не надо ничего объяснять, что у тебя случилось, ты мне поставь задачу, я тебе все сделаю, так же и здесь, а нам сразу, так, и я ничего не могу понять, что они от меня просят, что они хотят, что, а ему нужен был сразу вокальное пение, вокалист ему нужен, вокальное выступление, подождите, ну а как по-другому-то, мне же нужно, и мы были, выходите и сразу пойти на аванс сцену, и вот все в зал, я говорю, да ну не может такого быть, ну не бывает такого, все равно это общение, все равно это театральное пение, актерская песня. Да, нет это, думаю, ну ладно, не буду переубеждать, я хоть немножко, как бы, знаю всю эту ситуацию, приходит время, он говорит, Федор, вы знаете, нужно вот это самое, я говорю, подождите, подождите, а я же еще та скотина, понимаешь, я говорю, подождите, вы же проси, ну, конечно, без злобы, да, все-таки мы же понимаем, вот, как говорит Саев. — То есть такое движение? — Он же... — Вот, и он говорит, Федор, я говорю, я сделал, как вы просили, он говорит, ну давайте делать по-другому, вот, и это тема муки творчества, это небольшое загулисье, которое я сейчас рассказываю нашим телезрителям, вот, но то, что надо сразу выдавать на гора, это очевидно, и неважно, взял ли ты на то, не взял, будь любезен, пожалуйста, и мы вот с этим немножко, я лично, мы немножко так сталкивались с этим, боролись, стремились, но вроде получается, и все равно, все равно актерское пение остается все равно актерским пением. — Ну тут получается, что репетиции было несколько видов, да, были танцевальные отдельно, драматические отдельно, музыкальные отдельно, и все это каким-то образом состыковывалось. Про дуэт тоже хочется спросить, насколько трудно или нетрудно спиваться с коллегой? — Это с князем можно спиваться, а Владимир, да, он спевался. — Тем более с девушкой, это же такое как бы лирическое. — Да нет, ну когда дуэт-то оно все легче, особенно если ты на ухо-то немножко глухой, а кто-то получше слышит, что «Ага, подстроился так, тут пониже, тут повыше», тут как бы есть такой... Да нет, ну как бы легче как бы, ты идешь же тоже как бы от партнера, поэтому какие-то моменты легче, где-то вот мы пока там учили, там, я там где-то слабину даю, если там, или девчонки так, вот тут там под Володю, тут вот там под Наташу подстраиваешься, ну то есть такие... Ну как бы тяжело было, потому что, ну и непривычная музыка вот эта, она как симфоническая, и как бы у меня богатого опыта тоже в пении нету, поэтому было тяжело. Потому что до этого, если какие-то вот наши там спектакли, там музыка как бы писалась под нас, знаю, что мы там, ну за себя говорю, что там на ухо-то немножко глухой, что там вступление прям четко прописано, а здесь, когда мы столкнулись, не помню, даже вот с моим вот финальным монологом первого акта, ага, а там уже вступать надо, когда музыку прислали, а как услышу-то я, тут уже и надо петь, и непонятно. Ну потом уже привыкли, как бы все уже, ухо тоже привыкает, тяжело, но такой опыт тоже должен быть, потому что, чем больше, потому что даже кто-то мне, когда мы ездили вот во Францию, пели кто-то мне с девчонками... С другим спектаклем. С другим спектаклем, да. Тоже певческим, кстати, спектаклем. Музыкальным, да. И мне кто-то подошел, по-моему, с девчонкой, говорит, ой, Володь, ты даже петь стал лучше, типа за счет холостомера. Ну у нас постоянные были репетиции вокальные, поэтому... А я потерял, потерял, ну не голос потерял, я осип. Ну нервы, нагрузка, вот эти все какие-то, какие-то несостыковки с режиссером, что-то, то есть какая-то... И вот это все, оно так, оно накопилось, накопилось, и я играл сдачу, и профессионалы же говорят там, какие-то у них свои стенги и прочее-прочее, и одно из них там дать петуха, да, то есть не взять ноту, а проскрипеть. Не так талантливо, как это делает всеми любимый Лепс. Вот, и я голос сиплый, мы распелись, все было нормально, и все-таки там есть такая нота достаточно высокая. И вот я первый раз в жизни за свои 40 лет прочувствовал, что значит вот это... Дать петуха? Да, петуха просто огонь. Это, причем это не стыдно, это настолько, это какая-то дичь. Это... Причем ты же даешь, ты набираешь это, все, у тебя диафрагма работает, и все... Нет... И трэш. Но это здорово. Никто же не знает, да? Ой, простите. На самом деле, зрители много технических моментов не знают. Потому что они видят в целостном варианте спектакль. Но при открытии, опять же, за кулисами можно. Пили очень много. Лекарств и кофе. Смотрите, есть такой момент, когда спектакли, насколько я знаю, уже вроде сыгрались, прошло несколько спектаклей. И вы как-то так расслабляетесь, немножечко поувереннее себя уже чувствуете. Вы там начинаете где-то шутить, друг над дружкой потрунивать, да, там и так далее. Сейчас уже в холостомере пришел такой момент? Или он настолько драматический и лирический, и трагический даже, я бы сказала, спектакль, что там как-то не хочется этого делать? Или нашли лазейки? Ну, пока еще, наверное, такой свободу. Да, сыграно-то мало всего. Три спектакля мы сыграли. Мне кажется, ну, лично для меня это не тот спектакль, где вот, ну, можно расслабиться. Ну, материал, конечно, да, пошутить. Так же вот, как есть спектакль, у нас завтра была война. Как бы, хотя уже мы играем, все, ну, есть такие вещи, как бы, что где не надо этого делать. Хотя сейчас у нас опять идет обойма побега в Шаушенке. Все-таки в Шаушенке, казалось бы, тоже, да, ситуация такая, но нет, да нет, у нас между собой происходит. Но в холостомере рано, рано. Еще я думаю, Вовка, правильно. Ну, тем более, как человек, который играет главную роль, все время, как одна моя знакомая сказала, да я с самого начала жалела лошадку. Отлично. Понимаешь, то есть у Володи там не до этого. И по большому счету, ну, мало сыграно спектаклей. И все это на нет, тем более режиссер опять приезжает. А присутствие режиссера на четвертом или на третьем спектакле, это же совершенно тебя не расслабляет. Это наоборот тебе дает. Ну, дает наоборот какую-то такое, то есть ты, все равно есть вот это, знаешь, то есть за тобой следят. Не то, что ты, ай-яй-яй, плохо играешь, а то, что вот, то есть надо, надо как бы более прилежно, что ли, сыграть. То есть ты все равно настраиваешься. Ну, представляешь, если Володя настроится, что он там сыграет, или я, допустим, или вообще все коллеги, которые в этом спектакле заняты. Ну вот, получается, что вот этот контроль, вот я лично про себя могу сказать, что это, конечно, немножко тяжеловато. Ну, что поделать? Куда деваться? Насчет густонаселенности спектакля еще хочется поговорить, потому что народу много. У многих ребят по два, три, как-то четыре даже персонажа, по-моему, у кого-то есть, да, сменяется. Ну, это тот самый ход, о котором мы говорили в начале. Одежда, да, и так далее. Вот насколько вот эта густонаселенность, она помогает, она сплачивает, вот, ну, труппу театра, помогает, что ты знаешь, что есть партнер рядом, и если что, вдруг он как-то тебя поддержит. Или, ну, вот ходят там студенты и ходят. Ну, по-разному, ты знаешь, по-разному. Ну, во-первых, сейчас тоже еще не все собралось в кучу, да. Вот, конечно, когда ты чувствуешь, что, ну, в хорошем смысле слова, не массовка, да, там, не кордебалет, а именно те, кто массовые сцены, когда ты чувствуешь, что они тоже включены, когда тоже они вибрируют, и, то есть, ну, такое олдскульное, такое название, Смита играет короля, да, я вот про это имею в виду, когда все во внимании, когда все, тогда все вместе двигаются. А бывает иногда, когда, ну, там, что-то, это, сам, задумался о пирогах, там, что-то думаешь, когда вечером домой, и ты чувствуешь, что вот эти вот тылы, они такие, и Вовка, наверное, в первую очередь вот это будет, больше может рассказать, потому что он двигает, он двигает, а когда сзади такой... Ну, как бы это один из тех спектаклей, ну, как и вообще, в принципе, все спектакли, как мне недавно сказал Олег Белов, наш заслуженный артист, хорошую вещь, когда ты играешь в массовке, ты не играешь ни роль, ты играешь в спектакль, это очень важно, как бы, ну, и вообще, эта тенденция вообще такая современная, ну, не только современная, это всегда, мне кажется, было, это я просто так сейчас рассуждаю в силу возраста, что есть такое, а, ну, я там в массовке хожу, как бы, и чего вот ничего не изменится, если я вот сейчас... А тем более, когда массовка застроена? Да, когда такие, ну, потому что он очень точечно так застроен, и на массовке какие-то вещи, на каких-то оценках именно массовочных, и если это будет происходить... То есть там один организм? Да, в такую кашу превратиться, а почему, и многие вот кто, вот, ну, в театре смотрели, там, коллеги, кто говорит, вот если не будет этой целостности вот в этом спектакле, то играть вообще нечего. Развалится? Развалится. История развалится? Да, потому что тяжело, потому что с самого начала, вот, первое мое появление, приход этого табуна, дальнейший экзерсис, глумление сцены, когда издеваются над холстомером. Вот если это все будет происходить в полсилы, ну, как бы, это и не... Ну, никому и не надо. Минутка до конца эфира, да, время заканчивается. Помимо обоймы вот сейчас, которая идет с побегом, что дальше, что репетировать-то будем? Ну, а ты что хочешь репетировать? Отпуск. Да, новая премьера, друзья, отличная премьера, уходящая до 2016 года, отпуск у артиста вашего любимого театра. Спасибо вам огромное, что пришли. Я вас поздравляю еще раз с премьерой. Прекрасный спектакль, дорогие зрители. Настоятельно рекомендую посетить спектакль «Холстомер. История лошади» в драматическом театре. Получите истинное удовольствие. И прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой, с удовольствием. До встречи. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»